Итак, дорогие уважаемые, вторая часть, завершение о стыковке нестыкуемого. Под первой частью была ссылочка про невпихуемых. Первую часть мы закончили разбором охлаждения керосина для того, чтобы в ракету вошло больше этого керосина, для того, чтобы ракета могла поднять на 200 килограмм больше груза на орбиту. Вот на этом и расстались. А продолжу тем, что при старте экипажи находятся под постоянным видеоконтролем. Мы уже все к этому привыкли. И на орбите ЦУП может контролировать обстановку на корабле. Полет же Союза-19 стал исключением из этого правила. За пять минут до старта. В день старта, конечно. Вдруг отказало бортовое ТВ. Цитата из Алексея Архиповича Леонова. Когда корабль был уже на стартовом столе, отказала вся телевизионная система. Главный конструктор Клушко побежал звонить в Москву, чтобы старт перенести. Министр Афанасьев и замглавкома ВВС Шаталов, когда он вернулся, сказали, мы уже дали команду на старт. На орбите мы с Валерием Кубасовым получили рекомендации по ремонту. Из инструментов были только ножницы, отвертка и охотничий нож, который я накануне купил за пять рублей пятьдесят копеек. На Аполлоне же после старта заклинило люк, через который должна была проходить встреча. Астронавты перебирали люк всю ночь. Ни в советских, ни даже в американских газетах о внештатных ситуациях не сообщалось. Конец цитаты. Странно выглядит версия Алексея Архиповича об отсутствии на корабле набора инструментов какого-либо и опять же про ножницы, отвертку, ножик, что не было любимого ножа взять с собой, надо было бежать в магазин и покупать накануне что-то непроверенное и так далее. Ну, к этой истории можно вернуться попозже. Пока же только факты. Подтвержденные в юбилейном издании РКК «Энергия», Глушко и Бушуев, его заместитель, настаивали на переносе времени старта. Напомним, что заправлены были два корабля к старту, а в резерве находился еще один корабль. И вот на старте обнаруживается, что бортовое ТВ на Союзе-19 не работает. Случай неприятный, но не критический. И, как настаивал Глушко, генеральный конструктор, можно было остановить старт и починить корабль. Еще за 40-45 секунд до старта можно остановить старт. Если же неисправность окажется серьезной, то опять же, рядом есть полностью заправленный следующий союз. Министр Афанасьев настоял на старте, но и он получал приказ свыше. И только экипаж Леонов-Кубасов должен был полететь в космос. Вот пока Глушко бегал звонить в Москву по поводу переноса старта, министр устроил некое подобие коллегиальности, некое совещание. Для Глушко же и его зама Бушуева старт с такой неисправностью был как недопустимым, так и неожиданным. Что тогда говорить о среднем и рядовом звене разработчиков? А не проще ли было для организаторов поломки телевидения, чтобы такая поломка состоялась на орбите? Смотрите, сколько здесь плюсов может быть. Глушко не бегал бы звонить в Москву, чтобы отложить запуск. Министр Афанасьев не попал бы в такое положение, когда он обязан был отправлять Союз в полет с неработающим ТВ. Не устраивал бы Афанасьев показушного совещания со специалистами, которые не отвечали ни за успех, ни за провал полета Союза-19. Да и некий офицер, имя которого неизвестно, который сказал, что все можно починить на орбите, мог бы просто и не появляться. Через семь с половиной часов после старта Союза-19 с американского космодрома на мысе Канаверл стартовала ракета Сатурн-1В. Она якобы вывела на орбиту корабль Аполлон с тремя американскими астронавтами. На самом деле астронавты в полном составе остались на Земле. Надо же такому случиться, словно из солидарности с поломкой ТВ на советском корабле, американцы сообщили о поломке своей. Цитата. «Сразу же после выведения на орбиту обнаружилось неисправности на Аполлоне. Астронавтам не удалось произвести демонтаж стыковочного механизма. Это грозило невозможностью перехода из корабля в корабль. Но из Хьюстона нас заверили. Завтра все будет окей». Дальше произошло просто чудесное совпадение. Цитата. «16 июля – день незапланированных ремонтов. В 19.35 в советском ЦУПе на телевизионных экранах появилось цветное изображение наших космонавтов. И почти тотчас же. Через 10 минут появилось сообщение. Астронавты справились со злополучной неисправностью. Ни в советских, ни даже в американских газетах о нештатной ситуации не сообщалось. Прошло около полугода. И официальная советская книга «Союз и Аполлон» сообщила о нештатных ситуациях. Но это уже естественно. И еще раз вернемся к истории о спасительном охотничьем ноже. Эта история – не безобидная сказка. Ее назначение – убедить скептиков в случайности поломки телевидения на «Союзе-19». Дескать, этого никак не ожидали. Вот и пришлось ремонтировать, чем придется. Итак, цитата из Алексея Архиповича. «Пока мы стартовали, на Земле разобрались с телевидением. Оказалось, отказал коммутатор. Но беда в том, что находился он в орбитальном отсеке». Корреспондент. «Под обшивкой панели?» Алексей Леонов. «Да, дюралевый. Стали вскрывать, а из инструментов только ножницы, отвертка и пассатижи. Не зная, как мы эту панель сумели вырвать, загнуть, добрались до коммутатора. Начали снимать, а он на четырех болтах. И все эпоксидкой залили. Один болт сняли, второй, третий, четвертый начали. Пассатижи сломались. Ключ на двенадцать, бородок отломился. Все, нечем снять. И здесь осеняет. Есть же охотничий нож с отверткой. Я его купил прямо перед стартом. Помню, заплатил пять рублей пятьдесят копеек. Вот он нам с Валерой Кубасовым и помог. Вытащили коммутатор, размонтировали, концы от всех камер соединили, телевизионный кабель сделали из проволоки, выпрямили ее чуть ли не зубами и лейкопластырем обмотали. Если честно, я даже не верил, что что-то получится. Нахожусь в спускаемом аппарате. Смотрю, загорелась зеленая лампочка. «Валера, схема работает!» Кричу. Конец цитаты. Ключ сломался. Пассатижи, причем не китайские, а советские. Наверняка спецзаказ. Крепкий инструмент, я вам скажу. А вот очень хлипкий, простецкий ножик все выдержал и спас. Эпас. Изображение на экранах советского ЦУПа появилось через 28 часов с минутами после старта Союза-19. Более 28 часов космонавты работали без визуального контроля и могли сообщать в ЦУП одно, а делать совсем другое. Например, подключать к системе бортового ТВ американский видеопроигрыватель. Удивительно, что как только 28-часовой ремонт, ну, конечно, не все время ремонтировали, закончился, так и у американцев через 10 минут все наладилось. Такую синхронность трудно списать на игру случая. Для чего же нужна была американская комедия с люком? Да просто не были уверены в том, что советские космонавты подключат телевидение. Если бы советские космонавты не справились с порученной им задачей, как тогда выкручиваться? Вот тут и нужна была серьезная американская поломка. Сегодня, спустя годы, мы можем спокойно анализировать всю совокупность произошедших тогда событий. И поэтому сейчас нетрудно представить, что все эти незапланированные ремонты были запланированные. Ну, если мы думаем, что факты фальсификации закончились, это совсем не так. Их еще предостаточно. Для управления ориентацией в пространстве корабль использует небольшие двигатели, расположенные в разных частях корабля. Они по мере необходимости стреляют очень короткими вспышками. Вот короткая демонстрация работы этих двигателей. И я такие демонстрации очень часто привожу на своем канале. В этом коротком отрывке хорошо видна работа двигателей коррекции ориентации. До самого момента стыковки происходят импульсы этих двигателей. Известный советский писатель-фантаст по космической тематике Ярослав Голованов, хотя он фантаст по части Аполлона, он ярый пропагандист этих программ. Так вот, 17 июля 1975 года Ярослав Голованов находился в зале американского ЦУПа в Хьюстоне. Вот что он написал по этому поводу. «На всю жизнь запомнился мне момент стыковки. Телевизионное изображение проецировалось на большой экран хьюстонского центра. Союз сначала завис на самом краю яркого ореола земной атмосферы, потом начал быстро расти на экране. Союз был точно ориентирован. Аполлон, переходный модуль которого попадал в зрение наружной телекамеры, приближался очень уверенно. Совершенно не было заметно, что Аполлон прицеливается. Напротив, было впечатление такое, что Аполлон подкатывается к Союзу по невидимым небесным рельсам. Лепестки стыковочных узлов сразу плавно, крепко и почти бесшумно вошли в друг друга. Раздались аплодисменты. А теперь посмотрим отрывки из фильма вторая часть из трех американского «Испытательный проект Аполлон Союз». Клип выложен в интернет через 34 года после события музеем имени Стаффорда, одним из ведущих в американской астронавтике. И что же мы увидели? А увидели мы то, что Ярослав Голованов был не вполне точен, когда писал «Союз был точно ориентирован изначально». На фотографиях видно, что изначально оси кораблей не параллельны друг другу. В этом случае двигатели ориентации должны были поработать, чтобы выровнять взаимную несоосность. И так же, как я показываю, про лунные якобы стыковки, расстыковки, эволюции кораблей, модулей. И здесь не видно работы двигателей вообще. На правом верхнем фото отмечены места расположения двигателей на Аполлоне. И это для того, чтобы видно было все-таки, откуда должны были проистекать импульсы работы двигателей. Но импульсов таких нет. Исходя из этого, делаю вывод, что на клипе показана стыковка моделей двух кораблей. Но никак не самих кораблей. Автор книги «Сто рассказов о стыковке» профессор, член-корреспондент Академии наук СССР Сырометников рассказал, как именно испытывались на Земле первые стыковочные узлы. Это происходило с помощью тросов. При подготовке к первой стыковке кораблей было решено построить полномасштабные макеты кораблей. Такие макеты, чтобы подвесить их в воздухе, у НАСА есть в том самом музее 1975 года. А вот и клип первого рукопожатия. Здесь показаны четыре стоп-кадра из ролика НАСА. Первый клип показывает нам люк, к которому приблизился астронавт Стаффорд. То есть мы смотрим всю сцену как бы со стороны Аполлона. На следующем кадре люк открыт. По туннелю ползком, по условному пока полу, пробирается космонавт Леонов. Над Леоновым, по направлению к условному потолку, довольно большой промежуток. То есть тело Леонова распласталось как бы на полу тоннеля. Обратим внимание, что левой рукой Стаффорд, похоже, опирается на пол. Кисть его руки, видно, недостаточно полна, к сожалению. Далее Леонов подполз, и они вместе со Стаффордом жмут друг другу руки. Стаффорд левой рукой по-прежнему вроде бы опирается на пол. На протяжении всего видеоряда не пропадает ощущение, что Леонов ползет по полу. Возникает вопрос, почему же Леонов не выплыл из переходного люка? При внимательном рассмотрении видно, что минимум одна точка опоры есть у каждого космонавта. И что примечательно, в кадре никогда полностью тело ни одного из космонавтов не показано. Я уже не говорю про провисание всех предметов в одну сторону, в сторону пола. Это и кабели, и шланги, и куртка свободного покроя американца. Это и сам Леонов, который при перемещении через люк находился все время внизу люка. То есть не плыл прямо через центр. В целом напрашивается вывод, что сцены эти сняты на земле. Тут и ясно, почему должны были лететь Леонов с Кубасовым. Представьте себе Филипченко на орбите, а с американцами все равно встречаются Леонов. Двигаемся дальше. До полетов советских космонавтов существовали совершенно неверные представления насчет влияния невесомости на организм человека. Солковский в частности уверял, что она, невесомость, способствует укреплению здоровья. А другие авторы предлагали даже отправлять на орбиту стариков, чтобы продлить им жизнь. С первых же реальных шагов в космос главные сюрпризы преподнесла невесомость. Если первые кратковременные полеты внушали оптимизм, то после 18-суточного полета Союза-9 в июне 1970 года выяснилось, что невесомость способна убить. Мощнейшим ее союзником на кораблях является гиподинамия, то есть малоподвижный образ жизни. Движение, регулярные упражнения вот единственный способ борьбы с гиподинамией. Но в корабле тесно, тренажеров там не установишь. Как выглядели космонавты после приземления Союза-19? Полет длился 6 суток. Источников 2. Первый. Фотография сделана для служебного отчета ЦПК. И второй. Три фотографии из официальной книги 76-го года. Это служебная фотография сразу после приземления Союза-19. Ее автор Давыдов, начальник одного из отделов ЦПК. Эта фотография опубликована через 25 лет после события. Только что приземлившиеся Леонов и Кубасов лежат на носилках. На заднем плане машины из поисковой группы. Офицеры наблюдают и осуществляют общее руководство. И временем 5 врачей делают свое дело. Виден один человек, снимающий на кинокамеру, но под него никто не подстраивается. Никто никому не дает никаких интервью. Никаких оснований не доверять этой служебной фотографии у нас нет. Служебные фотографии в корне противоречат фотографии из официальной книги. Там показаны абсолютно бодрые Леонов и Кубасов, которые якобы, едва покинув корабль, дают интервью многочисленным журналистам, пишут мелом автографы на спускаемом модуле. Это совершенно не соответствует тому, что имеет место после возвращения космонавтов на Землю, после многосуточных полетов. А как выглядели астронавты США? По легенде, экипаж по время спуска чуть ли не отравился парами топлива. Тем не менее, астронавты самостоятельно и быстро покидают капсулу и идут на митинг в свою честь. Итак, выжимка. На высоте 10 километров американцы читают инструкцию о том, как развернуть парашюты. Дичь, не правда ли? Вот из их же инструкции парашюты на Аполлонах выпускались на высоте 7,8 километров и снижали скорость со 120 метров в секунду до 60. Поскольку, по легенде, парашюты раскрылись только на высоте 2,5 километра, то расстояние от расчетного капсула, не снижая скорости, пролетело за минуту. И вот за эту минуту один астронавт диктует другому, какие включать тумблеры. Неужели за несколько лет предшествующих тренировок и эксплуатации якобы тех Аполлонов они не выучили наизусть, как выполнять заключительную штатную операцию? Читаем далее. В кабину стали поступать ядовитые пары топлива. По оценкам астронавты схватили три четверти от фатальной дозы, что говорит Википедия. Гидрозин очень токсичен, относится к первому классу опасности. При повышении концентрации наблюдается головокружение, головная боль, тошнота. Далее судороги, отек легких, за ними кома и смерть. Второй компонент не сгоревших паров амил тоже весьма токсичен, но и сведений о гидрозине вполне достаточно. Согласно официальной программе, американцы пробыли в невесомости девять суток, то есть в полтора раза дольше, чем Леонов и Кубасов. И гиподинамия у американцев была покруче, потому что Аполлон в расчете на одного члена экипажа в два раза теснее, чем Союз. Кроме того, в Союзе есть туалет, а в Аполлоне его заменяют памперсы и полиэтиленовые мешки. Так что реальный полет в Аполлоне подразумевал бы тесный контакт с собственными испражнениями. А тут еще и отравление ядовитыми парами. Какая же встреча должна была ждать из страдавшихся астронотов? Скорее всего, носилки, кислородные маски, помывка вонючих тел и немедленный лазарет. А вот и не так. Менее чем через час после приводнения они появились на палубе корабля «Новый Орлеан». Вид у астронотов вполне бодрый. Вот видео. В среднем через каждые три секунды довольно резво из капсулы выскакивает один астронот за другим. Ну, трое из ларца одинаково с лица. А где же носилки и врачи? А где же нарушенная психомоторика, характерная для космонавтов, вернувшихся из длительного полета? Ну и поблевать наконец после отравления-то. Почему же такое разное возвращение? Одни после шести суток сразу приземляются на носилки, другие после более длительного полета в антисанитарии, да еще с отравлением, как ни в чем не пылало, идут на митинг. А причина в том, что Леонов и Кубасов действительно вернулись на Землю из реального космического полета. Зачем же так далее придумана легенда об отравлении парами, медовидами, топлива? Поймем, читая саму эту легенду. После митинга экипаж срочно отправляет в армейский госпиталь в Гонолулу, якобы для лечения и послеполетного обследования. Но если бы они действительно нуждались в срочном лечении, их по прибытию на корабль сразу бы и отправили в госпиталь, а не на митинг. Значит, отравлений здесь ни при чем. Журналисты американские были в недоумении, прошли все сроки обследования, а их не допускали к астронотам. Да и смущало место обследования обыкновенный армейский госпиталь. И только позже подробностей спуска с орбиты стали известны общественности США. Лишь только после двух недель в госпитале астроноты стали доступны к общению с прессой. Вот там в госпитале и порылась собака. Там их в госпитале скрывали от журналистов. И на корабле лишь митинг. Это место для речей, а не для тесного общения. Эта афера эпос была необходима советской американской стороне для закрепления советов крепким таким якорем к лунной афере. Что же получили американцы от этой аферы? Соглашение об ЭПАС было подписано в 72-м году. Это был год двух последних якобы высадок американцев на Луне. Советское руководство, имея на руках все необходимые козыри от советской разведки, вместо разоблачения лунной аферы предпочло продать свое молчание, а вместе с ним и космическое первенство СССР. Отсутствие критики со стороны СССР и тем самым молчаливое признание фальшивых лунных высадок было воспринято мировой общественностью как важнейшее свидетельство их реальности. Но для США было совсем не лишним подтвердить легенду о прекрасном Аполлоне с помощью самих русских. Пусть русские однажды слетают в космос и объявят что они состыковались с Аполлоном и совершили с ним совместный полет разумеется после совместной подготовки тогда легенда о прекрасном Аполлоне будет надежно подкреплена вот почему именно американцы выступили инициаторами проекта ЭПОС эту идею высказал директор НАСА Пэйн в начале 70-го года в ходе переписки с президентом Академии наук СССР Келдышем в октябре того же года состоялась первая встреча специалистов СССР и США разумеется переговоры на разных уровнях велись давно еще с 67-го года но то что первый шаг сделали американцы говорит об их глубокой заинтересованности на конец 11 апреля 72-го года в Москве президентом США Никсоном и генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Ильичем Брежневым было подписано соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях воплощением которого стал проект ЭПАС советские космонавты Леонов и Кубасов совершили одиночный полет в 75-м году на корабле Союз-19 в процессе этого полета на Землю шли заготовленные репортажи о якобы имевшей место встрече с Аполлоном и о стыковке с этим кораблем конечно США немного потратились чтобы задобрить Советский Союз на кредиты США и Германии на территории СССР был построен ряд важных заводов и магистральный газопровод в Европу США продали Советскому Союзу миллионы тонн пшеницы в результате на их внутреннем рынке зерно единовременно подорожало почти в два раза на все это Запад потратил миллиарды долларов но эти миллиарды не были для США слишком обременительны потому что именно в 1971 году американцы отменили золотое обеспечение доллара Советский же Союз действуя в духе разрядки и взаимопонимания не возражал отныне доллары превратились в простые бумажки и мировую валюту одновременно США стали банком для всего мира печатающим миллиарды долларов на любые цели так что те мелочи которые США потратили в годы разрядки на задабривание и почти нескрываемый подкуп Советского Союза давно окупились Эпас очень помог в окончательной лунной победе США он закрепил результаты многолетнего промывания мозгов всему человечеству афера Эпас подтвердившая мнимую реальность корабля Аполлон окончательно утвердила пропагандистскую победу США в лунной гонке А что же СССР из чистого альтруизма участвовал в американской афере став на путь продажи славы своей страны за временные экономические выгоды и за обещание вечной дружбы брежневское руководство достаточно скоро превратилось из шантажиста в раба своего обмана Действительно что могли бы сказать американские политики своему народу в свое оправдание в случае разоблачения лунной аферы то что они боролись за свои национальные интересы и против коммунизма и американский народ понял бы свое правительство скажу больше аплодировал бы да и будет аплодировать а что сказала бы советское политбюро своему обманутому народу сказать что надеялись выжать вечную дружбу из Америки да просчитались к такому признанию советский народ наднесся бы исключительно негативно Леонид Ильич Брежнев принимает советских космонавтов американских астронотов в честь завершения ЭПАС на этой встрече он говорит о взаимопонимании с США о сотрудничестве в решении мировых проблем очевидно что он твердо рассчитывал на ответную благодарность но в слава региополитике такого понятия как благодарность нет крах политики разрядки придет уже через несколько лет американцы всегда стремятся править миром единолично и никакого сотрудничества взаимопонимания тут быть не может новый президент США Рональд Рейган объявил СССР империей зла и на этот счет у меня ролик от вчерашнего дня от 17 июля Генри Киссинджер спустя много лет 70-е он был госсекретарем США с явным сарказмом отозвался о Брежневе политик некудышный но водитель ас Киссинджером мы его зовем по-американски вообще он Киссингер из местечка Бат-Киссинген недалеко как раз от того места где я сейчас проживаю что же СССР получил от ЭПАС а вот по той поговорке пошел за шерстью вернулся стриженным эпилогом лунной аферы стал не фальшивый Скайлэп у меня есть две части программы о Скайлафе а именно ЭПАС земля в иллюминаторе земля в иллюминаторе земля в иллюминаторе видна как, как сын грустит о матери как, как сын грустит о матери грусти мы о земле она одна от звезд и тем не менее от звезд и тем не менее чуть ближе но все так же холодный и как стесня так мнения как стесня так мнения до Света и земные бит Has Невес искниться нам не ров как косм Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон»